приветствую всех на канале сегодня сделаю обзор tp-link archer 50 или x3000 я обещал сделать этот обзор потому что роутер имеет очень важное значение для домашнего интернета если у вас проводной интернет и вы хотите чтобы этот интернет был хороший не пропадала эта скорость и также когда вы подключаетесь много устройств то одно другому не мешало обязательно нужно современный хороший роутер итак давайте начнем этот обзор и посмотрим что из себя представляет данный роутер сначала давайте посмотрим каком комплекте продается данное устройство ну конечно же первое это сам роутер со своими четырьмя антеннами кроме этого есть блок питания понятное дело что он нужен провод у него не такой же маленький ну вот где-то метра где-то метр кроме этого с ним идет ламп провод подключаем к нашему роутеру и также к нашему устройству то есть это может быть телевизор компьютер и так далее ну что еще тут есть мы видим тут на документация всякая инструкции и инструкция по быстрой установки то есть где описано как подключить и пользоваться но если взять относительно того как он выглядит сам роутер ну во первых антенны которые здесь идут с ним четыре штуки и они не снимаются то есть во время упаковки их нужно будет вот как каким-то образом разложить ну вот примеру вот так да при транспортировке чтобы она местным местом мало занимала а снять их невозможно хотя это неудобно ну раз можно их сложить то принципе проблеме нету ну а ты на относительно длинные антенн они не такие уж сильно длинная в 200 сравнить своим старым роутером вот смотрите антенны старого роутера и антенна данного роутера то есть намного короче от и 44 усилителя и давайте начнем сзади то есть первое это подключение питанию power написано подключаем блок питания к нему 2 идет кнопочка то есть если мы другими роутером возможно вот старым роутер нужно было его сети выключать снова за включать до когда хотел выключиться здесь уже аккуратная кнопочка то есть мы нажимаем эту кнопочку и она включает и выключать роутер это очень удобно не нужно будет если перезагружаем или еще что-то делаем выключаем наш роутер и нужно будет его с питания снимать это также портит сам провод от блока питания а здесь уже кнопочка дальше идут гнезда это 5 гнезд лам подключения то есть первое это синяя синяя это получается как раз проводной наш интернет подключаем наш род то есть интернет снаружи с провода идет в наш роутер следующие четыре гнезда это уже выходящие выходящие то есть получается что мы можем подключить сюда наше устройство но этот провод который шел как раз вам провод можно подключить к нашему устройству отсюда выход и на компьютер или телевизор тут 4 гигабитных лам входа выхода точнее кроме этого дальше мы видим здесь юсби гнездо юсби тут статьи юсби 30 идет потом дальше объясню для чего это гнездо нужно дальше у нас dps кнопочка включая выключаем vps reset если хотим возвратить заводским настройкам наше устройство примеру там пароль что-то у нас забыли или еще что-то случилось то мы можем сюда воткнуть какую-то спичку там или еще что-то и держу возвращается к заводским настройкам дальше идет кнопка лет если мы хотим чтобы ночью интернет работал но эти света не светились то мы можем просто вот нажать на эту кнопку лет и эти света выключаются что касается самого вида данного роутера ну по правде говоря я был удивлен что она так хорошо выглядит очень красиво и в дом и я думаю в любом доме она какой-то приличный вид принесет то есть она очень красиво видзо дизайн его прямо отличные вот такой его также можно повесить на стену то есть наowane мы можем вот так выпрямить и здесь у нас сзади есть такие специальные дырочки то есть мы можем на стенку если у нас есть специально уже там все оборудовано мы можем его повесить на стену не она будет принципе выглядеть вот таким образом мы можем даже антенн ки потом все равно согнуть или так или так если не хотим Что мешало Сзади мы видим Что здесь какая-то Как сетка идет То есть для того, чтобы охлаждение шло Я читал отзывы, что многие Жалуются, говорят, а она нагревается И так далее Но по правде говоря, скажу одно Ну как может устройство Вообще не нагреваться То есть это нормально, оно нагревается Но в то же время у нее Система охлаждения есть И это нагревание, оно ничего такого Вредного не дает То есть никакой опасности нету Она чуть-чуть нагревается Ну она же работает, тут же процессор стоит Это же не просто так Поэтому можем не беспокоиться о нагреве То есть тут все продумано прекрасно Чтобы воздух здесь хорошо проходил Ну тут говорится, что это невероятная скорость Wi-Fi 6 до 3000 мегабит в секунду Ну Wi-Fi 6 это как вот Переходим с бульварного кольца На садовое кольцо Когда подключено много устройств То Wi-Fi 6 позволяет Чтобы не было никаких задержек Дальше мы посмотрим Вот здесь написано Что надежное подключение До 256 устройств То есть получается Если у нас есть даже офис 256 устройств Одновременно могут работать К примеру Вот этот мой старый ротор Который у меня есть тоже Тополинг Ну он тоже такой Я не скажу, что сильно большая разница между ними Это стоит где-то 1500 Около того А этот роутер около 3500 То есть 2000 разница всего лишь Но вот этот роутер Когда раньше подключались несколько устройств Ну понимаете Дома Ребенок там планшет подключил Там еще кто-то что-то подключил Телевизор подключили И получается, что интернет начинает лагать Тем более вечером Когда все мы подключены Смотрим видео То у нас прерывание Какие-то остановки Не загружается видео Вот И думаешь Кто виноват И думаешь, что это виноват провайдер интернета На самом деле Виноват не провайдер А Виноват уже роутер Он не успевает За этим трафиком Этих проблем лишен Наш новый роутер Тополинг АХ50 Ну понятное дело Тут стоит процессор Двухъядерный Процессор Intel Вот туда же написано Что Intel Innovation То есть это два ядра процессора И он помогает Как раз распределять данный трафик Между устройствами Кроме этого Данный роутер поддерживает Частоту 2,4 ГГц И 5 ГГц На 5 ГГц Она поддерживает скорость 2 ГБ в секунду А на 2,4 ГГц Она поддерживает скорость Около 500 Мбит в секунду То есть можно Использовать и 2,4 ГГц и 5 ГГц Но можно ли их использовать одновременно То есть подключать Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц К примеру смотрите У вас телевизор работает Только на 2,4 ГГц Возможно Некоторые устройства дома Работают на 2,4 ГГц Ваше устройство работает на 5 ГГц Что лучше? Ну конечно лучше 5 ГГц Она скорость поддерживает лучшую На этой частоте Меньше помех Потому что большинство людей Пользуются все-таки Частотой 2,4 ГГц Это очень хорошая частота На которую можно подключаться И особенно вечером Когда очень много людей Включают свои устройства А не дома Помех бывает меньше Поэтому наш интернет становится лучше По идее это так Ну в практике это тоже Очень часто выходит так И вот Можно ли одновременно Подключить 2,4 ГГц и 5 ГГц Да можно Когда мы настраиваем роутер То у нас получается Два подключения Два Wi-Fi Один который работает На 2,4 ГГц частоте А другой на 5 ГГц Может быть просто Wi-Fi название И Wi-Fi 5G Мы можем Когда настраиваем интернет Можем сами название Придумать Чтобы различить Это 2,4 ГГц или 5 ГГц И таким образом Когда мы подключаем Свой роутер В нашем доме Два Wi-Fi подключения Два Wi-Fi интернета Один 2,4 ГГц Второй 5 ГГц Подключаем телевизор На 2,4 ГГц А мы своим телефоном Или компьютером Пользуемся на 5 ГГц Одно другому не мешает Какая разница Между старым роутером И новым Есть ли разница Которую я чувствую Ну если вы Домой Принесете данный роутер Купите его И начнете пробовать Возможно В первый момент Вы посмотрите Что небольшая скорость Разница Например у меня Оператор дает 60 Мбит в секунду И вот этот TP-Link Старый у меня Он показывает 45 Мбит в секунду А этот показывает 58 Мбит в секунду То есть Разница может не такая Существенная быть Может у вас даже еще Разницу вообще Может мало показать Но скажу одно Что раньше Были проблемы С интернета Вообще ужасные Интернет был Вообще плохой Я думал уже Как его поменять С оператора А сейчас С новым роутером Таких проблем Абсолютно нету То есть интернет Стал вообще отлично Что можно сказать Чего тут недостает В данном роутере Почему он не такой дорогой Ну во-первых Тут нету меша Что такое меш Ну это система Когда можно Много роутеров Подсоединить И сделать В одну сеть То есть соединить В одну сеть Много роутеров И таким образом Там Когда нужно Подключается Тот роутер Или иной Ну это я не знаю Нужен наверное На большой офис На большое здание Или предприятие Какое-то Ну во всяком случае Для дома Мне например Это не понадобится Кроме этого Чего тут еще нету Кроме этого Здесь нету Места для сим-карты Да То есть мы не можем Раздавать интернет От симки Мобильный интернет Не можем раздавать И третье Что я отмечу Здесь еще Нету передачи Беспроводного интернета То есть Этот роутер Работает только На проводном интернете То есть Вы должны обязательно Подключить к нему Проводной интернет И он будет уже Раздавать вай-фай Если вы захотите Его использовать Как репитер У вас Это не получится Ну в моем случае Тоже это мне Не нужно Поэтому я Как-то сильно Об этом не беспокоюсь Что этого нету Но зато стоимость За счет этого Не такая уж большая Есть еще Одна полезная функция В данном роутере Возможность такая О которой Хочу упомянуть Вот сзади Показал Что есть место Для USB USB 3.0 У меня здесь Не зря Как раз Флешка И еще Жесткий диск Точнее SSD диск Смотрите Подключаем Данную флешку Сюда И зачем Это нам нужно То есть Можно создать FTP Сервер А что такое FTP сервер Ну Наверное Многие знают Но во всяком случае Скажу То есть Мы когда подключаем Данную флешку Сюда Мы можем потом Настроить Ее Я потом расскажу Какие есть возможности Настройки Данного роутера В настройках Можем настроить Данную USB И оно станет FTP сервер Нажато И она Вот для чего Это может пригодиться Я очень много Использовал К примеру Например Нужно Передать Какие-то файлы В нашем доме Да С одного устройства На другое Даже на телевизор Если у нас Smart телевизор Там Android И так далее Я кидаю сюда Файл И он становится Общим для всех Можно С этими файлами С этой флешки Пользоваться И на телевизоре И на телефоне И на компьютере И на плашете И так далее То есть Можно войти На FTP сервер Скопировать Дайный файл Или даже Его исполнить То есть Мы скачали Фильм Примерно На телефоне Или на компьютере Скинули На FTP сервер То есть На эту флешку А потом С телевизора Заходим туда же И смотрим Этот фильм То есть Если нам неудобно Прямо на телевизор Все это делать Хотя у многих Можно и флешку Туда вставить Но во всяком случае Это очень удобно Но мне В принципе Это помогло Кроме USB флешки Куда можно Даже подключить Жесткий диск У меня В данном случае SSD Подключается Подключаешь SSD И оно Прекрасно Работает с ним Но я не скажу Что как компьютером Можешь пользоваться Но во всяком случае Файлы Ты можешь туда Передавать Копировать То есть Для этого Дело Вполне Оно подойдет То есть FTP сервер Очень Может бесполезно Как его Настраивать Возможно В одном из видео Затрону эту тему Посмотрим Как можно Настроить Автопа сервер На данном Роутере Следующая тема Очень важная Что касается Данного роутера Это как его Настраивать Настраивать У нас есть Два Варианта Есть приложение Специальное И для Android И для iPhone Кроме этого Можно зайти Через браузер То есть Там уже идет Через IP 192 Точка 168 Точка 0 Точка 1 И там уже Настраиваем По своему Смотрению Что могу сказать Относительно Данного роутера Доволен ли я Им Могу сказать Что вполне доволен Кроме этого Это как на запас Уже тут Wi-Fi 6 И на будущее Тоже можно Ну Несколько лет Я думаю Уверенно Можно его использовать То есть Никаких проблем Вы с ним Не будете видеть Кроме этого TP-Link Является Очень таким Надежным Поставщиком Сетевого оборудования Во всяком случае Сколько я не пользовался Оборудованием Которое TP-Link Производило Они показывают Себя Очень хорошо То есть Это Китайский Производитель Но Очень достойный Очень надежный Производитель У него Даже на этот Роутер Есть гарантия 4 года Я вам рекомендую Его Покупайте Не пожалейте Ну что ж Подписывайтесь Ставьте лайки Оставляйте комментарии Может быть У вас есть Какие-то дополнения К моему сказанному Или с чем-то Вы не согласны Пожалуйста Комментируйте Я буду Очень рад Услышать Ваше мнение Бэйс Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Игорь Негода